Вы куда нас приглашаете? Я буду. Мы-то на праздник? Ну пойдемте. Мы к вам идем. Ведите. Попечительский совет возглавляет и глава администрации города Борис Беляев. Несколько раз в год совет приезжает сюда в полном составе. Кроме этого, на протяжении всего года шефы наведываются к своим подопечным с подарками, сладостями, а главное открытой душой и большим желанием общаться и участвовать в судьбе маленьких граждан. С детьми они поговорят, и мы с ними всегда обсуждаем наши проблемы, даже рабочие проблемы, даже проблемы, что у нас как дети у нас воспитываются. Им это все интересно всегда, и мы всегда открыты для их общения. На воспитании в детском доме находится чуть более 70 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Кумертауский детский дом коррекционный, сюда попадают те дети, которым требуется помощь психологов, логопедов, одним словом, профессионалов. Глава администрации пообщался с работниками этого учреждения, интересовался состоянием материально-технической базы, кадровым составом и составом воспитанников. Гостям здесь рады всегда, и как все дети, эти малыши любят принимать подарки, сюрпризы и особенно сладости. Каждой группе в детском доме, их шесть, Борис Беляев вручил наборы развивающих игр. В свою очередь воспитатели учат детей тому, что гостей тоже надо встречать достойно. Малыши, понятно, в силу своих возможностей, готовят гостям приветствия, читают стихи и тоже дарят подарки. Мы для них показываем концерт, рассказываем стихи и дарим сами подарки. Что делаете для гостей? Какие подарки? Цветы с вазами, олень, ежат, ежат, картину, грибок, грибочков. У каждой группы есть свои шефы, причем это общение длится уже более 15 лет. Конечно, воспитанники меняются, вырастают, идут дальше, а вот шефы остаются и продолжают благое дело. Бегом бегут, на коленочке можно посидеть, можно с вами поговорить, трогают. Сережечки, ягод вырастут, тоже говорят мне. Я говорю, конечно, пойдешь на работу, заработаешь денежки обязательно, купишь себе. Тут хорошо, я не спорю, они, может быть, даже получают больше, чем дети в семье, но казенные заведения есть казенные заведения. Проезжаем с хорошим, уезжаем, конечно, все-таки тяжелое настроение, все-таки дети, без родителей тяжело, конечно, жалко очень. Поэтому стараемся по мере возможности, конечно, их поддерживать. Татьяна Сафонова, Денис Тихонов, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова